Тюменский Илон Маск, известный по наушникам CGPods, снова предлагает нам нечто потрясающее. Тюменские умные часы CG Watch от компании Case Guru. Первые в России бюджетные умные часы топового уровня. Стоят CG Watch 6000 рублей, а по функциям не уступают яблочку и Самсунгу за 25000. У часов Case Guru экономичные экраны Самсунг и Шарп и японские батарейки Panasonic. На одном заряде тюменские часы работают до 10 дней, втрое дольше, чем китайские аналоги за ту же цену. Аналоги нельзя использовать как гарнитуру, а часы Case Guru можно. А еще это первые в России смарт-часы за 6000 с экстремальной защитой. Корпус выполнен из суперпрочного авиационного алюминия, а не из пластика, как обычно это бывает у бюджетных часов. Ремни из гипоаллергенного медицинского силикона не раздражают кожу. У аналогов браслеты из дешевой резины, оставляющей на коже красные следы. На солнце тюменские часы не слепнут. И на морозе не разряжаются и не тупят. Ну и всякие полезные опции есть. И это всего за 6000 рублей. Да, у Xiaomi и Huawei тоже есть что-то похожее, но уже за 10 тысяч, а не за 6. А у Case Guru нет переплаты за бренд и сетевых накруток, часы продаются напрямую потребителю. Заказать прямо сейчас смарт-часы Case Guru можно по ссылке в описании или по QR-коду на экране. Промокод в себе 2312 на скидку 200 рублей. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здрасте. Здоров. Как делишки? Это россиян или русский? И то, и другое. И то, и другое. Иди на... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здрасте. Здрасте. Здорово. Как делишки? Как делишки? Сколько тебе годиков, малыш? Больше 18. Больше 18. А вам? Точно больше. Конечно. Конечно. 18 с половиной? Так а вам сколько? Так а вам сколько? А мне 48. А че вас так плохо слышно? А че вас так плохо слышно? Либо чат-рулетка, либо интернет у тебя хуевый. Вы считаете, что из-за плохого качества интернета может звук стать тише? Звук стать тише? Абсолютно так. А какие у вас представления вообще о работе техники? Вообще о работе техники? Да ну, я не программист, но из своего опыта... Ну, разное представление о технике. Ну, как вот вы себе представляете, допустим, сигнал интернета у вас нарушился, стал интернет пуза, и из-за этого звук стал тише. Как это работает? Как это работает? Ну, это тебе к программистам надо работать. Нет, это не программистам. Нет, это не программистам. Они разрабатывают программы под сель. Ну, есть специалисты, которые разбираются в оптоволокне, как оно работает. А есть ученые, которые создают оптоволокно. Это тебе, наверное, надо к ученым, которые создают оптоволокно. Ну, я не знаю, в России вообще оптоволокно еще есть где-то? Нет, нету, все кончено. Ну, может, в Москве, в Питере. Ну, в Москве, в Питере, может, там... Вот с вашими представлениями об интернете, пожалуйста, не рассуждайте о нашем оптоволокне, пожалуйста. Вы там своим займитесь, потому что, ну, если у вас громкость звука зависит от качества сигнала интернета, то это вашему интернету надо посочувствовать. Абсолютно зависит. Я просто теряю, что сказать. Вы можете рассказать, как это работает? Вы смотрите, вы говорите, абсолютно зависит. А когда я прошу вас рассказать какие-то подробности, вы говорите, надо обратиться к программистам. Вы даже не осознаете, что здесь речь не о программистах вообще. Здесь речь о совершенно других вещах. Зачем вы лезете в то, в чем не разбираетесь? Не перебивай, петушок. Зачем вы лезете в то, в чем не разбираетесь? Мой вопрос. Петушок маленький, не перебивай. Петушок маленький, я вижу, у тебя мама не училась. Зачем вы лезете в то, в чем не разбираетесь? Мой вопрос был, и теперь вы можете на него отвечать. Не ответил. Ну, это просто нонсенс. Связь в интернете передается блоками. Ну, байтами, килобайтами. Она цифровая. Сигнал оцифровывается. Если вы обрежете провод, то к вам придет либо часть этого сигнала, либо вообще не придет. Но он не придет, тише, громче. Ни о чем. Здрасте. Привет. Как делишки? Заебись. Слава богу. Слава ЗСУ, а не слава богу. Это маловероятно. О чем хотите пообщаться? Конструктивно и, так сказать, интеллектуально. Это уже факт, молодой человек. Я говорю, что вы хотите пообщаться конструктивно и интеллектуально. А вы начали нервничать, так что, потому что я сказал слава ЗСУ, потому что вы отсосали хуйку. Я начал нервничать. Вы не взяли ни одного областного центра. Вы бежали в Житомирск. Я это самое. Вот смотрите. Вы сейчас делаете раз за разом утверждения, которые не можете ни одно подтвердить. Во-первых, вы сказали, что я занервничал. Во-вторых, вы сказали слава ЗСУ. В-третьих, вы сказали, что не взяли ни одного объекта. Это каждое утверждение является ложью. Вы не можете ответить за свои слова. Кто вы после этого? Вы надеетесь, что за копеечку будете сидеть надиктовывать тексты? Все вас будут слушать? На это расчет? Не-не, я уже перестал вас слушать давным-давно. Вы сейчас бесплатно работаете. Бесплатно. Добрый вечер. Здравствуйте, я из Харькова. Вы откуда? Я из Петербурга. Чем интересуетесь? Сейчас рулетки. Да, интереснее всего. Как-то о личном, о взглядах людей. Послушать, как они живут, чем занимаются. На что? Взгляды на что? На мир, на мир. На мир. Ну, сейчас в мире война идет. Сейчас много войн в мире идет. Сейчас запало на Украину. Сейчас много войн в мире идет. Штук пять больших конфликтов. Я же как раз об этом и говорю, что Россия пытается раздувать локальные конфликты. Россия пытается раздувать? С помощью Хамас. Ну, конечно. Хамас и приезжал в Израиль для чего? Хамас приезжал в Израиль для чего? Не в Израиль, в Москву. Ну, вот смотрите, давайте рассуждать. Давайте рассуждать. Вот скудные данные, которые у меня есть, я вам сейчас выскажу, а вы мне потом дополните мою картинку. Как я себе это вижу? У Израиля одна из лучших армий в мире и одни вообще там супер топовые спецслужбы. Они по всему миру проводят операции, защищают себя там вдоль и поперек. И вдруг к ним на летающих мопедах через забор перескакивают какие-то, эти самые, дикари с автоматами и с ножами. Вот одно это обстоятельство уже меня наводит на мысль, что это как-то было срежиссировано. Да что ты будешь делать? На самом интересном. Здрасте. Добрый вечер. О чем общаетесь? С кем, ты кто? Ну, смотря, что вы имеете в виду. Что вы имеете в виду? Что вы имеете в виду тоже? Еще раз не расслышал. Что вы имеете в виду? Меня зовут Валерия из города Кременчех. Я понял. Меня зовут Евлампий. Я из города Санкт-Петербург. Евлампий. Хорошее имя, да. Согласен, спасибо. У вас тоже неплохое. Доброе. Евлампий, это вроде Евлампия женское имя, лампа. Я по фильму, по русским фильмам. А как сокращенно на русский? Лампик. Лампик. Лампыч для друзей. Лампозавр для врагов. Лампозавр для особо принадлеженных, да? Нет, наоборот. Это я ощетиниваюсь и в боевом режиме, так сказать. И вы ощетинились. Кто вас заставляет ощетинить? Ну, если вдруг кто-то сделает, тогда вот такой режим предусмотрен. Ладно, что мы обо всем... Хороший режим, хорошее имя. Понимаешь, что имя выдумая. Понимает, я искренним чеками, я тут Валерий. О чем будем говорить? Ну, о чем вам интересно, давайте сначала поймем. Мне интересно, когда, почему это началось и когда это закончилось. Вы про войну? Так и да. Шо, у кого болит, тот про то и говорит. Вот сейчас, давайте предварительно, чтобы я понимал, насколько у вас это болит и почему это у вас болит. Просто большинство собеседников чат-рулетки, они вообще вне условий войны живут. Ну, вот, уже полгода сижу здесь. Что такое вне условий войны? Я живу в Кременчуге. Ну, значит, жив, блин, не знаю, ходят на работу, едят еду, ходят на дискотеки, развлекаются. На мой город Кременчуг прилетело 40 ракет. Это не мешает мне, ну, допустим, бухать, там, сходить в кино, развлекаться. Я знаю, что завтра там меня призовут, ну, пойду, развлечение закончится. Ну, где-то так я вижу это все дело. Ну, вам не кажется, что это странные условия войны, когда вы можете бухать, ходить в кино, развлекаться? Слово развлечение и война, они вообще в разных концах спектра находятся. В разных, но так люди живут. Вот, смотрите, это как средняя температура по больнице. В одного, кто-то там умрет завтра, а кто-то же поступил там ранку залезать. И тот, и другой в больнице, но тот умер, а тот жив. Точно так же и в Украине. Ну, я же говорю, в чат-рулетке большинство собеседников живут плюс-минус в таких условиях, как у вас. Не-не-не-не, вы спрыгнулись с тем. Что в этом плохого, что я не умер, что я с вами разговариваю? Не-не-не-не, вы не поймите меня неправильно, только раз, что люди живут. В вашей логике, вся Украина должна моментально умереть. Не должна, не надо мне приписывать, пожалуйста, этого, ни в коем случае, я от этого открещиваюсь сразу. Я только счастлив, что люди выжили, и чем больше выживет, тем лучше. Я вам желаю здоровья и удачи. Вот, просто вы же вопрос задаете про войну, с чего все это началось. С третьих лиц вообще, с третьих лиц вообще отстраним, все, мы, вот, я, вы... Ну, все равно какой-то контекст надо задать. Вы задали, мы поняли друг друга. Почему это началось и когда это закончилось. Ну, давайте, хорошо. И как я это вижу, все войны последние, там, лет, не знаю, тысячу, наверное, начинаются по политическим и экономическим причинам. Я в школе учился и хорошо учился, я все это знаю, можете без тупления. Так, а почему вы тогда задаете этот вопрос, если вы все знаете? Я знаю, как это все началось, как закончилось. Я хочу знать самый конкретный вопрос. Война в Украине. Когда, почему началась и когда закончилась? Так началась по тому же, почему все остальные войны, если вы проходили по истории остальные войны... Спасибо большое, до свидания. Не стереться. То есть... Резюмируем. Человек учился в школе, изучал истории других войн, знает, почему он, это несколько раз подчеркнул, знает, почему начинаются войны, знает, как они проходят, но ему неинтересно слушать, почему началась конкретно эта война, как это работает. Ну, если тебе интересно, тогда будь добр, проанализируй все предыдущие войны, посмотри, какие были схожие предпосылки у этой войны, ну и сделай какие-то выводы. А если тебе неинтересно, тогда зачем ты об этом говоришь вообще? Добрый вечер, приятного аппетита. Вообще-то чай пью, ну ладно. Ну, для этого же тоже нужен аппетитик. Вопрос один. Я знаю, что вы блогер российский, если позволите, вопрос сходу. Пожалуйста. В чем смысл вашей деятельности? Вот для чего наши блогеры делают вот такую деятельность, как у вас? Я понимаю, с какой целью. А вот ваша мораль какая? Вы заходите, записываете ролики или там стрим у вас. Смысл какой? Вот цель. Интересно было бы. Ну, там целый пласт есть, даже много пластов. Ну, давайте самого такого, что вам, наверное, больше всего нужно, чтобы демонстрировать сумасшествие тех украинцев, которые сюда выходят. Я сейчас не про всех украинцев, ни в коем случае. А вот именно ангажированных, которые сидят на зарплате, либо которым кукуху оторвало уже давным-давно. Ну, россиян, россиянам вы показываете, да? Ну, в основном россиянам, но на самом деле у меня сейчас и европейцы на стриме, и американцы. У вас же россияне и так за СВО. Их как-то мотивировать еще больше? Нет, надо просто показывать, с чем мы имеем дело, потому что у многих заблуждение есть. У многих за два года... У многих за два года развенчались какие-то мифы. Они верили в то, что украинцы там святые и непогрешимые. А сейчас они вот посмотрели на эти ролики, и они поняли, что нет, нет святых и непогрешимых. Есть вот люди хорошие, есть люди плохие. Дома разрушены, например, от ваших ракет в городе Днепре, в городе Кривой Рог, например. Не понял, вы куда телепортировались по темам? Давайте последовательно. Мы предыдущую уже закрыли тема. Вы рассказываете своим подписчикам, почему ваши ракеты там дома разрушают, убивают украинцев. Так я вроде бы не эту тему освещаю. Я не освещаю вообще военные действия никакие. А зачем вы это... А что вы не рассказываете это? Ну, у меня другая специфика. Я про психиатрию и про психологию. А, вы... Я понял вас. У вас вопрос есть какой-то? Если нет, ну, я понял вас. Да, ну, для начала, из какого вы города? Я из города Харьков. Очень приятно. Скажите, пожалуйста, насколько сильно вас касается война и как она повлияло на вашу жизнь? Очень сильно. У меня воюет брат и батя. Я вам сочувствую. Брат, я из 14-го года. А почему вы остаетесь в Харькове? Почему не уезжаете куда-нибудь? А куда я буду ехать? Ну, или в Россию, или в Европу. В России... Вы смеетесь с меня? Нет. В Россию уехали только предатели. Почему предатели? Потому что они уехали в страну агрессора. Это то же самое, что советский житель уехал в Германию. Но есть маленькое количество тех, кто реально выехал из оккупированной территории в Россию, чтобы выехать дальше. К ним вопросов нет. Или там кто вылечится? Подождите, подождите, кого они предали? Я заканчиваю мысль. Вы же блогер. Ну, давайте, закончите. Давайте. Какой-то странный блогер, и вы сразу подгораете. Ну, те, которые выехали, ну, как, сведомо, сами, это предатели. То же самое, если бы советский житель сведомо выехал в Германию в 43-м году, например, или в 42-м. Предатели? Кого они предали? Украину. А что такое Украина? Это некая абстракция. Каждый свое вносит. А, все, я переключаю. Все, не интересно. Я думал, вы блогер сильный, а вы слабы как-то. Вам сложные вопросы тяжело, да, разбирать? Вы только на простые. Ну, что ж. Нужны быстрые ответы, короткий дофамин, моментальная реакция. Брат воюет с 14-го года, да, обратите внимание. С кем воюет, интересно. Здрасьте. 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 О чем общаетесь? Да, зависит от собеседника, откуда вы. Я из Петербурга. Львов, Львов, да. Очень приятно. Смотрите, может, есть вопросы, какие к Украине? Слушайте, да, так-то много вопросов. Не знаю, вы, ну, по какой теме давайте определимся сначала? Да, по любой, ну, обстановка в мире, вот что творится между нашими странами, что происходит. Ну, я... Мы дальше будем, векторы развития наших стран, как-то такие вопросы. Ну, вы мое мнение спрашиваете? Ну, давайте я вопросом задам. Давайте. Что вы финнам, что вы финнам так плохого наделали такого, так обидели их, что они так взяли и так от вас отвернулись? Так это они не из-за нас, это они из-за внешнего управления так сделали. Я вам могу объяснить, почему. Я вам могу объяснить. Смотрите, у меня есть аргумент, почему россияне вообще здесь ни при чем, потому что очень много финского бизнеса находилось в России, и очень много финского бизнеса в Финляндии зависело от туристов из Петербурга, из Ленинградской области, из Москвы. Вот, они сейчас позакрывались. Поэтому они просто потеряли, потеряли. И ничего не приобрели, абсолютно. Они рады бы пускать русских к себе, ну, россиян, но не могут. Почему? Потому что вот такая у них власть. И в Финляндии им приказали, англичане им, шведы им приказали. Ну, правление Евросоюза, как минимум. Они, смотри, они, смотри, правление Евросоюза приказывают, да, правление Евросоюза... Ну, вы сейчас про формальность говорите? Или про факты? Правление Евросоюза, это кто? Ну, я же говорю, там, Еврокомиссии, еще какие-то... Ну, инструменты давления же есть везде. В Еврокомиссию входят финны, шведы, норвежцы, немцы, французы. Все представители каждой из 50 стран Евросоюза. Правильно или нет? Инструменты давления есть везде, во всех взаимоотношениях. В Финляндии малозначительный игрок по сравнению, там, с Еврокомиссией, с Британией, с Америкой. Вряд ли какой-то финляндский руководитель, там, менеджер, политик может самостоятельную политику вести сейчас. Вы, к сожалению, не дослушали, мне придется сначала говорить. Вряд ли какой-то финский политик, управленец может проводить сейчас самостоятельную политику. Вы, к сожалению, опять не услышали, что я сказал, а я отвечал на ваш вопрос, между прочим. Давайте я еще раз попробую. Хотите? А что вы пробуете? Вы хотите мне скобеевские методички на эти ушки завесить? Или что? Ну, давайте даже, давайте я упрощу вам задачу. Допустим, скобеевские методички. А вы можете как-то опровергнуть скобеевские методички? Собрать эту Финляндию беженцами, блин, этими арабскими. Может, из-за этой акции они закрыли? Вы можете как-то опровергнуть скобеевские методички? Я не знаю, у нас нет ваших каналов, я не могу ее слушать. Ну, это вы про скобееву сейчас заговорили и про ее методички. Если вы ее не смотрите, откуда вы знаете, что это ее методички? Если вы ее не смотрите, откуда вы знаете, что это ее методички? Нам периодически, блин, показывают их, там, высказывания Соловьева, Скобеева и, блин, там, туда-сюда, блин. То есть вы все-таки в курсе, вы все-таки смотрели? Здесь американские СМИ, английские, европейские. То есть все-таки вы смотрели? Все открыто, у нас все доступно, все открыто, да? То есть все-таки вы смотрели? Кого? Скобееву. Ну вот, например, СНМ, блин, озвучивают передачу Скобеева, и, блин, что она гонит на немцев, что она гонит на Украину, что она гонит на Грузию. То есть вы все-таки видели, давайте уже думать, что так, зачем вы так словобудите-то? Зачем столько словобудия? Простой вопрос, вы смотрели Скобееву или нет? Определитесь, пожалуйста. Передачи нет, выборочно, да. Выборочно смотрели, то есть вы знакомы с тем, что она говорит? Если все каналы, блин, расистские перекрыты в Украине, в Европе, все перекрыты. Вы знакомы с тем, что она говорит? Да, с пропагандой расисты. Вот. Вы можете опровергнуть то, что она говорит? Это не Скобеевская пропаганда, это пропаганда, это делая свороги. Вы можете опровергнуть то, что она говорит? Что она говорит? Я не знаю, я не смотрю. Одна Россия впереди планеты всей, блин. Но вы же про Финляндию говорили. Давайте не отвлекаться. Ну что вы в самом деле? Что такое? Я не понял. Что не так? Мы начали о Финляндии, да? Да. Вы потом про Скобееву что-то начали говорить. Вы начали Скобеевскую тупту мне вешать на уши. Какую? Какую? Ну а это не так? Вы можете это опровергнуть? Вы можете это опровергнуть? Ваши слова или нет? Мои? Так я же не отказываюсь. Я просто прошу. Говорю, если вы не согласны, попробуйте это опровергнуть. Действует только на вас, бля. Закрыли вам границы. А вы не согласны с этим? А вы не согласны с этим? Вы не согласны с этим? Ну что такое? Афины вас нахуй послали, бля. Просто нахуй послали. Закрыли все пункты, блин, доступа. И теперь сосите хуй, бля. То есть вы не согласны со Скобеевой, я правильно понял? Я об этом говорю, бля. Вы со Скобеевой не согласны? Конечно, бля. Что это происходит? А вы можете как-то подкрепить свою версию? А вы по ушам ездить таким, как ты, оленеводом, да? А вы можете как-то подкрепить свою версию? Я это понимаю. Я к ней претензий не имею. Я к ней претензий не имею. Она за бабло большое. Вы можете опровергнуть то, что она говорит? Блин, я реально, я три вопроса пытаюсь задать, по сути, на одну тему. Я не могу, ребят, я пытаюсь. Вы можете опровергнуть ее слова, если вы не верите, если вы не согласны с ней? Давайте. Я вот опровергаю, что границы Финляндии закрыли, блядь, из-за вашего, блядь, ордынского, блядь, поведения, понимаешь, блядь? Расшифруйте, что это значит. Что это значит? Что это значит? Какими беженцами? Какими беженцами? Какими беженцами? Какими беженцами? Все показано, все доказано. Какими беженцами? Из каких стран? И сколько человек? Ну там тысячи нагнали. Она повторила ту же тысячу операцию. Сколько конкретно? Сколько конкретно? Сколько надо быть тупым? Сколько надо тупым? Провели первую эту операцию. Блядь, Лукашенко хотел полякам насрать. Нагнали туда тысячи беженцев. Блядь, блядь, поляки быстренько все нахуй выкинули. Стену построили в Беларуси. Это психоз. Это конкретно психоз. Видите, человек просто, он не общается, он не ведет диалог. У него внутри головы есть какая-то программа. Он ее надиктовывает. Он обвиняет Скобееву, что она это за деньги делает. А сам сидит и трындит без остановки. Скобеева так не делает. Она отработала и ушла. А он готов прям бесконечно это делать. Это просто, ну это конкретный психоз, истерика. Свою позицию по этому выскажусь, если вдруг кто-то что-то не понимает. Финляндия понесла убытки. Ее население очень сильно от этого пострадало. Потому что куча бизнесов, ну взаимосвязи вот у Ленобласти, у Москвы с Финляндией огромные. У них огромная часть дохода от российских туристов, ну и от бизнесов здесь. Ездили друг к другу туда-сюда просто сумасшедшими темпами. Какие там беженцы. Этих беженцев никто не видел нигде. Если бы там были десятки тысяч, наверное, это легко можно было бы просто встать на границе где-то и на телефон снять. Но этого не происходит и не происходило. Еще интересный такой момент. Если я правильно расслышал, собеседник сказал, что беженцы там из Ирана, еще откуда-то арабы. То есть он реально, Иран сейчас, ну как-то пытается принизить их достоинства по сравнению с его страной. Это, во-первых, ну какой-то чудовищный шовинизм, а во-вторых, чудовищная неадекватность. Он абсолютно не понимает, мне кажется, диспозицию сейчас сил, ну экономических и прочих. Здрасте. Привет, что, блогер что ли? Нет. А вы только с блогерами общаетесь? Что-то мне... Что-то мне везет сегодня на неблогеров. Это хорошо или плохо? Это не хорошо и не плохо. Ну ладно, тогда не знаю, не посочувствую и не поздравлю. Ну, о чем вы хотите поговорить? Может, вопросы какие-то есть. Ну, расскажите, кто вы, чем занимаетесь, откуда вы? Я о себе здесь не говорю. Ну, хотя бы примерно. Могу сказать, что я из Киева. Сейчас в Киеве живу. Хорошо. Я из Петербурга. А сфера интересов какая у вас? Для россиян сфера интересов война. А для других людей? Для других людей любая тема, которая мне доступна. Окей, а какие вам доступны? Давайте поговорим на те темы, которые вам доступны. Вы же россиянин. Вы что? Ну, для вас есть только одна тема – война. Вы не поняли? Что вы так ультимативно упираетесь в такие странные вещи? Потому что вы россиянин. Потому что вы враг. С врагом можно говорить только о войне. Я вам не враг. Я так что? Перестаньте. Враг. Зачем вы сразу вот... Зачем вы устанавливаете вот это противостояние какое-то? Зачем вы себя противопоставляете никакому человеку? Даже вне. Даже вне, в зависимости от того, поддерживаете или не поддерживаете захватническую войну вашего государства в Украине, вы являетесь врагом. Увы. На каком основании? Зачем вы так себя противопоставляете? Зачем вы ищите себя врагом? На основании, что вы, являясь гражданином своей собственной страны, являетесь частью этого государства. Обратите внимание, я не говорил, что я гражданин России. так если вы не гражданин россии тогда гражданин какой страны а я не говорил что я не гражданин россии но это типичное поведение россиянина который начинает видать я просто я просто там я демонстрирую вам нелогичность ваших поступков и суждений вы не зная кто я откуда и чем я занимаюсь каким не раз просто сразу же нарисовали себе образ врага и вы этому образу врага пытаетесь меня к нему притянуть вы не даете сразу со мной воевать вы выстраиваете такое взаимодействие воинственное нервическое как будто бы я вам что-то сделала я вам ничего не делала с вами такой глядя привет давайте поболтаем не абсолютно все равно как погодка интересы что что вы там думаете я воспринимаю вас как россиянина если вы не россиянин то скажите об этом а если вы а если вы завтра маму свою воспримите как россиянина если у вас есть российский паспорт вы являетесь частью государства которое пришло в украину убивать нас украинцы это тоже нелогично это тоже нелогично нелогично нелогичного в моих высказываниях ну вы вы просто притягиваете все какой-то шла не конкретно раз два три значит первое вы не спросили кто я откуда я и какое у меня гражданство до сих пор не спросили вы просто сразу же начали вешать ярлыки это первое нелогично нелогичный второй нелогичный поступок я еще не закончил и сказали 1 2 3 я вам три пункта подождите подождите не успеваете не торопитесь мы с вами разберемся давайте давайте сначала зафиксируем то что вы поступили нелогично да зафиксировали вы ответите на вопрос или нет любое того как вы ответить я же первый вам задал вопрос до свидания а я для чего вот это занудствую и душную они просто так а чтобы показать что нацики и вот эти вот черти на зарплате которые сидят круглосуточно в чат рулетки и по полгода недавно зашел что у них нет логики они не могут даже если у них есть какие-то факты не не могут из них выстроить логичную цепочку и объяснить какая у них первоначальная мотивация и куда они сейчас пришли вообще и зачем они сюда идут почему они хотят враждовать со всеми русскими со россиянами почему они сопротивляются русскому миру потому что невозможно логическим путем к этому прийти невозможно любой национализм он нелогичен он опирается только на какие-то верования на какие-то это убеждения там и все остальное надо развенчивать их авторитет них нет авторитета они нелогичные черти они логичны это что значит значит что ему доверять нельзя он неадекватен он завтра увидит я не знаю там русскую книжку книжку на русском языке у своей дочери и он не скажет а ты значит враг и поколочит ее например украина назовите пять причин почему слава назовите 5 причин почему слава еще раз повторить назовите пять причин почему слава потому что слова украины ну пять причин дайте первая причина потому что вы пизды получается это раз вторая причина какого хуя вообще появились в украине вот зачем вы сюда пришли продолжайте я вас выслушаю давайте еще три осталось ваш ребята блин пропадает пленба приезжает сюда все было четко почему так подскажите мне пожалуйста причины вам осталось назвать но в данный момент тебе это нравится три причины назовите потом продолжим вы понимаете что вы кричите лозунг вы понимаете что вы кричите лозунг вот просто встретили незнакомого человека кричите какой-то лозунг который даже не можете подкрепить какими-то аргументами 5 причин вы не можете назвать да какая разница мы делаем и делаем мы делаем и делаем это наша как бы карма наш крест забудьте все это наша проблема мы с ней разберемся я вас спрашиваю вы для чего лозунги кричите зачем вам это надо потому что вы заебали погибает почему дети погибают не видно у вас никто не погибает вы живой здоровый лежите там отлично отдыхаете отлично отдыхает я давайте вот есть я есть вы давайте говорить тет-а-тет давайте без а папа посторонних людей вы зачем кричите вы лежите отдыхаете у вас все в порядке тела нервничайте вас заставляют воевать ваши западные партнеры понимаете а вы берете кричите на нас зачем 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 вы идете на поводу байдена и у прочих там политиков которые заставляют вас воевать просто не воюйте сдайтесь просто поменяйте правительство себе и живите в своей стране все будет классно но а почему вы не можете зайти в нашу страну и сдаться потому что мы гораздо больше мы целая цивилизация по сравнению с вами 150 миллионов человек или 20 миллионов человек вы сравниваете даже уже не 20 сколько 15 осталось миллионов уже на украине 10 раз меньше у нас 150 а ну с новыми регионами где-то 154 по моему ну да конечно ну это факт но пускай будет так но только потому что данный момент украины не дает вам поступление блин вообще сюда чтобы заходили зачем все заходит кто наступает на вас вы наступаете где в украину вы наступаете с момента контрнаступления которые в июне началось российские войска вообще не двигаются они стоят и держат оборону да конечно да 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 чувак эти одно скажу вы мне еще три должны вот если сейчас три еще плюс одно получается вы мне 4 уже должны сказать ну не вопрос давайте сначала первые три закроем а потом а то вот так это в долгах убежите сейчас от меня и где вас потом искать мне я приеду наху где там живешь и вот я хуев же парам я сука до этого момента я уже честно говоря я уже офигел но не вопрос вы пидором и были пидором и сдохнете нахуй поднял это не про нас это не про нас этого права как раз для справа нет да как я это не принимаю нет категорически я с вами не согласен он бит да нет да да нет нет не принимается покрывается нет тому же вы расти вы такой красивый как у вас дела плохо слышно вас только а были таким красивым просто вот надо американцам и европейцам показывать вот такие ролики вот такие нарезки блин 10 секунд и все понятно вот за кого вы ребята платите свои налоги вот кого вы отстаиваете кого защищает ваше правительство и ну нашим тоже и украинцам тоже это наглядный просто пример того из-за чего все происходит как там нет нацизм и национализм и какая там адекватности арийская раса значит арийская нация да ну потому что его тоже он всех достал и поэтому ничего другого просто не остается видимо за это тоже платит здрасьте и жизнь да стиль жизни не в брендах счастье написано как дела катара скринник это вы что 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 дмитрий скринник это вы да да пизда я растерялся честно говоря на счет не ожидал блин в ответ в продолжении этого диалога так это вот такого круто подловил меня молодчага здрасте а между нами много общего нас желтые футболки с белыми буквами заметили это много ты считаешь да ну да и очки и мы красивые с вами оба что еще не ну я красивая ты не очень ну слава богу не вашем вкусе я не претендовал ну я тоже неплохо жена моя посадить дядочкам сможет да и на нее я тоже не претендую оставьте себе пожалуйста у тебя есть можно не я не по этой теме это же у вас это приветствуется и разрешено и вообще вы радуетесь этому вы же стремитесь европейские ценности окунуться на коля коля басков филипп киркоров это все это все наши черти меня личная жизнь людей не интересует обратите внимание это вы это вы про гейскую тему начали говорить о не я кого это беспокоит у вас точно жена есть вы покажите жену для начала покажите поцелуешь ну вы покажите для начала у вас и этого нет наверное и хочешь не жены не жены не это самое нет ни того самая хочет хуй посмотреть допустим меня твой хуй вообще не интересует ну даже вы про мужиков про геев начали говорить и про член начали говорить ну ты дырявенький правильно мне противно говорить на таком ключе вы просто противный человек просто противно мерзким неприятный если в вашем возрасте вы можете только изрыгать вот это говнище изо рта чем вы питаетесь вопрос чем вы питаетесь почему у вас камера дрожит скажите пожалуйста этом что делая ноутбук ноутбук современнейший американский кстати американский пиндо что зачем вы это обозначает на коленях просто я когда ржу с тебя дурака колени красоты можете руки пожалуйста вот так держать что пока мы с вами разговариваем не держите все время потому что я иначе ну сомневаюсь там вашей ориентации жену вы не показали про мужиков вы говорите про мою сексуальность хотите слишком много общаться стример вы руки вот так сначала держите зачем зачем меня обыскивать у вас опять камера дергается я нервничаю когда вы так делаешь покажите руки руки покажите пожалуйста у нас это не принято у нас все строго в армии у нас наркотики никто не употребляет вы вы судите по своей армии вы представляете не в каждой армии так происходит не в каждой только в вашей как ну наркотики на фронт несут ну конечно 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 ты в военкомате расскажешь ты получил зачем об этом рассказывать в военкомате нет ты повест не получил или нет нет почему потому что не видимо не нужен я фронту это пока ну может быть и что пойдешь конечно ты знаешь такой хаймарс ну название знаю скоро знаешь как и действия его тоже надо даже не шутки тоже не ваша оконченная надо где где это видно где это видно они ни с кем никогда не воевали с туземцами твой смотри за три дня вы хотели киев взять это не мы это американцы говорили это бранье скирсона скирсона ждите мы дальше не двинемся пока мы дальше не двинемся пока вы не признаетесь что вы соврали скирсона вы или американцы мы дальше не двинемся пока вы не признаетесь что вы соврали харьковскую область с харьковской области вы съебались или американцы с гастурмеля где моя дирижерская палочка я в таких ситуациях только один вижу выход я сейчас буду дирижировать а вы продолжайте делать то что делаете в нормально если уже заплачено тогда хотя бы ну сделайте шоу вы готовы давайте я начинаю дирижировать а вы продолжаете смеетесь я хочу чтобы вы громко смеялись с визгом с подхрюкиванием все перестал смеяться вот как как легко заставить украинского собеседника перестать смеяться забыть про его истерику и сделать умное лицо насколько это возможно только не съем бы и жаба вот этот ролик я точно выпущу смеетесь смеете смеетесь громче можете подпеть немножечко танцуете все достаточно для ролика хватит